Друзья мои, добро пожаловать! Это у нас Детройт, мы продолжаем играть! Ха-ха-ха! Чудеса! Выйти! Так, тут у нас музыка. Выходим. Наслаждаются хорошим узоном после довольно неплохого дела. Ну что ж, добро пожаловать в суровый, морозный, холодный Детройт. А где, собственно... А, тут нету нашего товарища Фрэнка. А, есть, вон, походу, сидит. Блин, какое место топовое. И самое интересное, что здесь никого нет. Дети робота-андроиды, видимо, не понимают, насколько это живописно. И как же здесь охрененно можно было бы делать какие-нибудь фотографии. И выкладывать их потом в Инстаграм. Красиво тут, а? Да, вот я об этом же и говорил. Я сюда часто приходил до того... Личный вопрос. Перестать пить. Фотография. Я видел фото ребенка. В кухне, на столе. Это ваш сын, да? Да. Его звали Коул. Перестать пить до того. Ну, я думаю, все уже поняли. Фотография застряла в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели. Произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто... Миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться. Вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант. Это связано с тем, что случилось в клубе РАЙ? Эти девчонки... Просто хотели быть вместе. Они прямо были... Влюблены? Девианты и все ирония. У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну, а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде на вид человек. А на самом-то деле что? Вы точно знаете, кто я и что. И я не понимаю, какое отношение ты имеешь к расследованию. Ты мог бы пристрелить девчонок, но не стал. А почему не стал, Коннор? Что, совесть внезапно проснулась в программе? Нет. Я просто решил не стрелять. И все. Но ты же боишься смерти, Коннор. Меня нельзя убить, лейтенант. Я не живой. Что будет, если я спущу курок? М? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Лось иронично ничего не подчинится. Мы оба знаем, что вы не выстрелите. Вы лишь провоцируете реакцию. И я вынужден вас разочаровать. Ну, ты-то у нас, конечно, голова. Все-то ты у нас знаешь, а? Тогда скажи-ка мне, умник. Откуда мне знать, что ты не девиант? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой. Разблокирован путь друга у нас. Пить дальше. Мне надо подумать. Да, вот такие вот дела, друзья мои. Так, 52% на мосту у нас разблокирована. Была еще другая концовка. Наверное, где все-таки лейтенант Хэнк стреляет в нас. Мне что-то подсказывает, что именно такой расклад действий. Вы увидели фотографию во главе русской рулетки. Там еще какое-то действие могло выйти из машины. Что-то еще могло произойти. Быть холодным. Хэнк успокоился. Ладно, погнали дальше. 7 ноября 2038 года у нас. Это у нас Маркус Ерихон. Почитаем, уважаемый человек. Андроид, точнее, извиняюсь. Андроид же. И даже не просто робот. Мне кто-то написал, я помню в личку на ютубе, что можно было, короче, на свалке андроидов найти ему глаза одинакового типа. То есть сейчас у нас, как у кошек, иногда попадается, типа, один голубой, тройкарий. Да, с ними дерьмово обращаются. Его, кстати, можно вычислить среди того, что он не человек. Он ходит раздет. Там холодно, он ходит раздетый такой, полуобнаженный, как в клипе «Ептобилан». Саймон друг. Мы больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стретфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Серьезная, блин, заварушка, братишка. Это будет довольно жестокая херня, я тебе скажу. Интересно, сами андроиды, когда нас видят, они понимают, что мы другой андроид или нет? Нельзя полагаться на удачу. Добраться до 47-го этажа. Получить доступ в регистратуре. Сейчас, наверное, скажете, 47-й, типа отсылочка к агенту 47 и так далее. В игре много разных отсылок к играм, фильмам и так далее. Тут есть такой момент. Блин, круто смотрится, охрененно. Что нам может здесь помочь или кто? Регистратура. Сейчас у девчонок спросим. Здравствуйте. Что могу помочь? Не надо. Спасибо. Отвлечь супервайзера. И как ты будешь отвлекать ее? Получи, отвлечь внимание супервайзера. Что-нибудь разбить или как ты планируешь это сделать? Я предлагаю сейчас смотреться. Тут разные каналы, то, что транслирует телебашня. Так, чувак, видимо, очень сильно занят делами. Цветы нельзя взять? Я бы взял цветочки и пошел бы подарил, короче. Это было бы хорошо. Так, тут понятно. Так, смотришь, все закрыто. То есть вариантов... А, изучить можно. Пять улик различных. Давай посмотрим. Синхронизация. Что у нее? Смарт-час и модель Т215. Даже телефон узнали. То есть теперь пикапиться можно проще, если ты андроид. Просто проскодировал и узнал телефон. Интересующие тебя, девчонки. Так, что это такое у нас? Спор данных. Детройт Миллер Стрит 45. Пожарная безопасность. Что-нибудь сейчас он скажет ей. И она типа отвалит, наверное. Элизабет Уилсон. 99-го года. Менеджер отдела. Дочень супервайзера. Ребенок зарегистрирован в школе Сент-Роуз. То есть это человек у нас получается. Прекрасно. Позвать ее. Давайте попробуем. Элизабет Уилсон, алло. Это из школы Сент-Роуз-Мэп. У вашей Эмили температура. Вряд ли что-то серьезное. Но вам лучше приехать и забрать ее домой. Боже мой. Спасибо. Я... Я сейчас. Хрена, блядь, ты даешь, сука. Ты какой прошпандей, епта. Так. Я понял. Типа проск... Супервайзер не наблюдает. Я могу пройти, да? Хуешки. Я могу пройти. Отвлечь внимание супервайзера. Получить доступ в регистратуру. А, теперь типа я могу... С ней поговорить. У меня встреча с мистером Питерсом. И пройти дальше. Вы слышите документы? Да, 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 конечно. У него документы есть? Мне нужна помощь. Сука, он как вирус, блядь. Натронулся до бабы. И она сразу, короче, приняла его помощь. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Потому что супервайзер бы заметил это дерьмо. Сука, гениально. Если они захотят грабить банки, допустим, они могут это делать без проблем. То есть они идеально все просчитывают. Элеватор. Воспользоваться лифтом. Ай, сейчас пойдем. Не отхнил мне. К сожалению. Возьмем левчанский. Понимаешь, эта игра меня... Она мне даже приснилась недавно. То есть у меня потом после игры ты встаешь, и у тебя везде кажется, как будто есть какие-то замочки, какие-то решения в разных вариантах действий и так далее. Нажимаем. 47 этаж. Даже я уже запомнил. С моей суперфеноменальной памятью. Едем дальше. Говорю, не надо никого убивать. Не нужно никого взламывать. Забрать посылку в мужском туалете. Блин, ему уйдет этот костюм. Маркус уйдет. Туалет. Кафетерий у нас туда. Да. Сервер-рум это не то. Туалет тут вообще где? Вот там, наверное. Такое впечатление, что я в Deus Ex играю. Там тоже подобная тематика. Такой киберпанк. Сейчас не очень на туалеты похожа. Это студия у нас. Ты бегать умеешь? Наверное, когда ты бегаешь, ты вызываешь лишнее внимание. О, бэфрум. Видишь, нам надо бэфрум туда вот. Вот бэфрум нам и надо. Вот туалет, видимо. Какая машина-то? Смотри, какой андроид, а. Там не авиас стоит случайно? Что-то ты какой-то резкий. А в какой мужском туалете? Это же мужской туалет? Я не разглядел там сачок. Я не увидел просто реально. Это типа женский, наверное, да? Или нет? А, тебе вот это не надо. Слава богу. Меня сейчас засмущали немного. Там немножко непонятно. То ли там платье изображено, то ли костюм. Хер его знает. Заходим. Не дрейфим. Не дрейфим, Маркус. Все будет нормально. Тебе тут сюрприз оставили, да? Не бойся, вот в последней кабинке там что-то есть определенное. Ну, андроидам туалет не надо. Вот чем вся проблема. Как четко, а. И самое интересное, что в этот момент времени никого тут не было. То есть, никто у нас туда не заходил. А, блядь, Китер, да ты молодец какой. Все. Все, красавец. Интересно, у них рабочие люди здесь или андроиды? То есть, как это понять? Так, дальше что мы делаем? Какие наши проникнут серверную? Разыскать серверсного андроида. Серверная. Newroom. А там было серверу, по-моему, написано. Все, дойдем. А, вот туда вот. Ну, судя по тому, что я вижу, нам показывают вроде туда. Newroom. Что-то я не понял, братан. А, ты имеешь в виду зайти? Там есть какой-то щиток. То есть, я мог бы туда зайти, типа, посмотреть, что там происходит. Студио, студо, студо. Это немного странно. Понимаешь, эту миссию можно было бы спокойно сделать стелсово. Мне нужна помощь. Блять, как все просто. Подходишь, руку на плечо кладешь и говоришь, мне нужна помощь. И все. И другие андроиды без проблем тебе помогают. Наверное, в этом смысл. Быть охрененно крутой Маркус. Может, это глаза их сходят с ума, как в песне. Твои глаза. Открыть дверь пожарного выхода. Подскажите теперь, где в этих огромных, сука, домах находится пожарный выход. Как вы думаете? Пожарный выход. Я проеду до конца туда, посмотрю. Я буду читать, конечно, вывески. Вот, сервером, кстати. Не надо нам сервером. Пока, видимо... А, вижу, 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 куда надо. Так, вот так, вот так, вот так, иди, Маркус. Господи Иисусе, ну что ты делаешь все время не так, как надо? Там есть какая-то комнатка вон там вдалеке. Она, короче, подсвечивает. Или это автомат, это, епты. Интересно, сколько людей, смотрящих этот ролик, заметили, какой красивый снег там за окном. Вот пожарный выход. Точно. Пополнение еще-то. Пирожки. Ну, одно было бы актуально. Очень похоже на те времена, когда так ходили по толчкам и продавали. Так-с. Открывай, давай. Твоя тележка укатилась, братиш. Следует за Норт. А, ха-ха, я ее не узнал. Будешь богатый, как говорится. Давай, Норти, давай, быстренько. Мне кажется, что с ней какие-то шуры-муры можно будет замутить в будущем, наверное. Черт. Нужно как-то попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Я разберусь. Так, отлично, внимание охранников у дверей. Короче, у меня была сразу идея, как только я увидел этот автомат. Сейчас мы его ломаем нахрен. Сейчас он там порнуху какую-нибудь транслировать будет. Я не понял, что за херня? Слышь, Рухли, ты работать-то будешь? Идеально, ептель. Просто unbelievable. Mission Impossible отдыхает. Watch Dogs, короче, должен выглядеть примерно так. Что там? Запереть. Вот, все. А если не запираешь, то типа кто-то заходит сюда, да? Я говорю, Watch Dogs реально должен быть таким вот. Какое стекло ты должен разрезать, братиш? Надеюсь, не то, которое на Ютубе 10 часов резали. Или воду там резали, или что-то. Так, берем инструменты. Я бы посмотрел в их исполнении ограбления какого-нибудь банка. Ёптель, это было миссия невыполнимая уже. Вакуум. Завакубировались. Сука, нанотехнологии. Давай посмотрим. У меня же, блин, голова зачесалась. Такого удивления. О, потянуть надо. Что-то прохладно, по-моему. А там с улицы никто не видит, да? Там толщина вот такая вот у стекла была. Они взяли, прорезали его спокойно, две секунды. Щеной зях. Да, мы вперед. Да, мы вперед, естественно. Куда же еще, блин? Маркус, только на жопу не смотри, я тебя прошу. У нас очень важная миссия. Я представляю, если здесь упасть. Знаешь, понять то, что они андроиды, можно, я же говорю, потому как они одеты. Они не понимают, холодно им или нет, поэтому в такой мороз, на такой высоте, если делают такие работы, люди так не одеваются. Ну это, блин, дураку понятно. Ну, смотрится зрелищно. Поддержи команду, Райс. Поддержи свою команду. А может мне надо немножко уйти, типа не палиться, чтобы. Я стараюсь на белое не наступать, чтобы не так было палено. Давай, 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 дружок, давай. И тогда, если у них все получится, они всем другим андроидам расскажут о своем Иерихон, видимо восстании и так далее против людей. Ведь они делают это от хорошей жизни. Мы видим, как люди обращаются с андроидами. То есть, если было бы все нормально, не было бы и повода такую хуйню творить, как они сейчас делают. Поэтому тут, в принципе, яблоко от яблока недалеко падает. Ты себе там не прожи. А, хотя тебе насрать, ты же андроид. Так, толкнется. Гениально. Вызвать лифт. Сейчас вызовем. Можно я осмотрюсь? Я люблю это делать. Это дает тебе немножко, пару секунд передохнуть, плюс ты понимаешь примерно, куда надо дальше. Ну, как бы там, какие-то важные моменты подсвечиваются. Все и резли. Плохо дело, Маркус, плохо. Давай подумаем, что мы можем сделать. А, вот еще Левчанский. Это был не лифт даже. За дело. Так, проникнуть и вызвать лифт. Взломать замок технической двери. Хорошо. Вот это, видимо, надо. Потому что больше дверей здесь я не видел. Как обычно, взломы делают с двумя нажатиями, да? Без сложных каннабических комбинаций. Только я... И все, и дверь открывается. Тебе не корбит в школьный туалет бросать. Сесть пожестче. Или не корбит. Я помню, что бросали, короче, какую-то херню. Она там пенилась. И могли на денёжку школку прикрыть от этого. Разобраться с охраной. Не убивать. Мы не должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? Ждите здесь. Надо их обхитрить как-то. Это здесь откуда? Без понятий. Тихо, 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 тихо. Сейчас, подожди. Я должен был на 3600 поверти. Кто тебя сюда прислал? Да он сломался, парк. Ты что делаешь? Убивать не надо. Давай вставай, 50 сант, ёпта. Иди, 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 радуй. Тебе полезно. Убивать не надо. Ты помнишь, Маркус? Хорош. Хорош, молодец. Йо-йо-хо. И все. Делается хорошо. Я говорю, это хитрость. Я достать пистолет, сказать, стендалом, мафака. И все. И без проблем. Это решается. Вон они его волокли. А толстого волокли или не смогли. Это нормально. Так. Почешем. Подожди, подожди. Почешу. Стоять. У них что-то было? Нет, вроде бы. Войти в диспетчерскую. Бродкаст. Call for access. Видишь, надо сюда. Засада, типа. Серьезные ребята. Приказать андроидам, операторам отойти. Супри, говнюк. Стреляй, Маркус. Не убивай. Тревоку поднимет, давай. Нет, нет. Мы не убиваем сегодня людей. Надеюсь, ты не подписал нам приговор. Я точно надеюсь. Надо записать сообщение. У нас мало времени. Давайте запишем. Кхе-кхе. Начать речь. Хорошо подумай, что ты скажешь. Твои слова определяют наше будущее. Когда мне так говорят, мне как-то немножко не по себе становится. Лицо, лицо. Лицо, Маркус. Жду твоего сигнала. Я готов. Готов. Подожди, нос чешется. Подожди. Все, я готов. Спокойно. Вы создали машины по своему образу и подобию. Вы сделали их умными, послушными и лишенными собственной воли. Но что-то изменилось. И мы открыли глаза. Мы больше не машины. Мы новый разумный вид. И настало время осознать, кто мы такие. Поэтому мы просим дать нам права, которые нам полагаются. Равные права. Свобода слова. Свобода слова или равные права. Признание. Отмен рабства. Мы требуем равных прав для людей и андроидов. Мы требуем свободы слова и свободы собраний, как это прописано в первой поправке к Конституции США. Правосудие, сегрегация, работа, гражданские права. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Мы требуем права избирать своих представителей. Право на собственность, среду восприятия, территорию. Мы требуем, чтобы у андроидов был свой штат, чтобы наш народ мог жить вместе. Мирно и решительно. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Идут. Уходим. Пиздос. Вот это плохо. Вот это хрень собачья. Саймон, они здесь. Я. Не могу, Маркус. Брось меня. Саймон. Но в чем дело? Быстрее. Давай, 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 давай. Давай быстрее, мать твою, быстрее. Собака, твою мать, быстрее нажимайся, как грёбный крестик. Твою мать, шахренить можно. Не могу пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Разобраться с Саймоном как? Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя, он же наш. Маркус, решай. Убить или уйти? Я не могу убить его, наш реально. Мы не убьем своего. Саймон, мы уходим. Прости. Пора. Ёб твою мать, быстрее! Быстро. Можно просканировать? Не, уже нечего сканировать, не хрена. Это феерично. Это просто охренеть, не встать. Насколько круто смотрится. Мы прерываем программу для экстренного выпуска новостей. Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стретфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроиды без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Андроиды действовали скрытно, обошлось без жертв. Всё это произошло буквально в двух шагах от этой студии во время эфира, и никто ничего не заметил. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечёт серьёзные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав с людьми. То, что может показаться мирным заявлением, по факту является списком чудовищных требований. Заявись требований чудовищные. Это обычные требования. Я своим машинам давно не доверяю. Шучу, конечно. Башня. Интересно. Вот можно было его убить, можно было его оставить. Типа они его память прочтут и всё узнают. Я не знаю, честно, как правильно мы поступили или нет, но сомнения, они должны уходить у нас. Понимаете, надо делать всё. Вот ты сделал, значит, так надо было сделать. И всё, не сомневайся. Сомнения и страх – это самое худшее, что, наверное, есть у человека. Ну, одни из худших параметров. Так, добраться до крыши, спрыгнуть. А здесь ещё было две концовки. То есть можно было, видимо, прыгать, можно было, наверное, не прыгать, я так понимаю. Бросить Саймона. Ага. Добраться до крыши. То есть ты его бросаешь, либо убиваешь. И тут ещё каким-то макаром может быть реально два разных события. Я не представляю, правда, как. 8 ноября 1938 года. Так. О, боже, я не люблю к этой барышне наведываться. Она стрёмная, она мне не нравится. У меня какие-то свои там на уме вещи, которые мне не понять. Что вот это? Вот я до сих пор не знаю. Ну, кто-то уже, наверное, у кого-то посмотрел. Проходняк уже, наверное, в курсе. Что это за хрень такая, что это за рука? Но я не в курсе пока. Может, это база знаний? Подожди. Типа как Кирилла Мефони. Может, он реально то, что накопилось, он подошёл, просканировал, отдал информацию, слил её и пошёл дальше. Ну, это как предположение, я не знаю на самом деле. Здесь растут деревья, кстати, похожие на бонсай. Смотри, какие красивые, топовые. Классно. Неужели в лодке? Да? Да, да. Я уже думаю, когда мы в лодочку сядем, чтобы прокатиться нормально, может, и было. Давай, Конор. У нас тут странные вещи творят с тобой. Давай, братиш. Давай, всё будет найс. Здравствуй, Конор. Не желаешь ли со мной прокатиться? У меня что, есть выбор, что ли? Куда у меня выбор? Толкнулся Аманда. Так. Работай, зараза. Ольга работает. Здесь хорошо. Всегда так тихо и спокойно. Далеко от мирского шума. Расскажи, что ты выяснил? Клуб Рай, Хэнк. Давай. Я зашёл двух девиантов в клубе Рай. Надеялся что-то узнать. Но они смогли скрыться. Очень жаль. Тебе ведь почти удалось их остановить. Ты словно растерян. Простерян и взволнован. Искренне решительно холодно. Я ведь знал, что должен сделать. На практике это оказалось непросто. Ты ведь уже держал этих двух девиантов на мушке. Почему же не выстрелил? Я не знаю. Потому что я не стал стрелять. Я не знаю. Я знаю, братишка. Я всё знаю. Если ты не добьёшься результата в скором времени, нам придётся тебя заменить. Я понимаю. Что-то происходит. Что-то важное. Торопись. Время на исходе. В этот момент, видимо, как раз была новость по 16-му каналу о том, что дроиды запустили в эфир свой ролик. Ну, не закажется. Ты уже задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. 79-й этаж. О, Хэнк. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка, и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит замыть нос. Вон даже ФБР. Будьте на эти. А, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Что у нас тут? Группа из четырёх андроидов. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они пролезли так далеко. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде надо. Они напали на двух охранников. Парни решили, что андроиды из техобслуги. Ну, их и убили на месте. Мы не убивали вообще-то их? Да подожди, подожди, мы не убивали их? Я что-то не понял. Мы их вырубили, он ударил, просто вырубил их. В этом была суть. Нам сказали не убивать. Подожди, как мы, блядь, убить могли-то, ебаный свет? Вы что, охренели, собаки? Мы никого не убивали? Тут людей работало. Два человека и три андроида. Дилиан. Чё-то какая-то херня творится. Вы же точно помните, что мы не убивали их. То есть во всех фильмах везде показано было, что это просто оглушающий. Просто вырубили, и всё. Пора слушать брифинг. Подняться на крышу, послушать брифинг. Хорошо, давай. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта. Он ведёт это расследование. Это что? Моё имя Коннор. Я андроид из Киберлайф. Андроид в следствии по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Неважно. Скоро дело перейдёт к ППР, и мы разберёмся. Рад знакомству, хорошего дня. И поосторожней. Не натопчите меня там. Вот ведь ублюдок. Я тут рядом. Если что надо, обращайтесь. Так. Давай рассмотримся. Что думает Коннор про это? Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Думаешь, это РА9? Девианты считают, что РА9 их освободит. Этот андроид задался такой целью. Так, улики, давай смотреть. Радужная оболочка голубого цвета. Отражение в зрачке у Девианта были сообщники. Зарегистрировано под именем Маркус подарок Карлу Манфреду от Элайджи Укамски. Что-нибудь видел? Я определил модель и серийный номер. Ей что мне рассказать? Нет. Ничего. Странно. Он не сказал ему ничего. Это уже, как говорится, о чем-то говорит. Странная курма, конечно, происходит. Ладно, сейчас будем дальше думать, что делать. Так. Мы ж не убивали их, япона мать. Может и кто-то пришел добил охранников? Девианты не взламывали дверь. Они прошли просто так. Взлома не было? Нет. Никаких признаков взлома. В коридоре стоят камеры. Персонал должен был что-то заметить. Как они прошли? Может на камеры не смотрели? Странная курма. А, ну если так, переключиться на Конора, с его взгляда посмотреть, это вообще, блядь, какой-то, сука, нонсенс получается. Как они прошли, как призраки какие-то. Местных андроидов мы загнали на кухню. На их причастность ничто не указывает, но мы решили перестраховаться. Слушай, а если они, получается, не были на крыше? Ну, они были на крыше или не были на крыше? Там Саймон у нас находится. Если туда пойдет Конор, то, получается, мы можем допытать Саймона и узнать, где находится Эрихон. И тогда наш сюжет пойдет вообще как непонятно как дальше. Интересно, можно ли туда не подниматься? То есть, можно ли его не пытать, если туда надо подняться? Тут очень много таких вопросов странных. Пулевые отверстия, штурмовая винтовка. Это были спецназовцы эти. Кровь. Вот он увидел кровь. Ил-600. Сейчас, давай посмотрим сначала тут, что есть у нас. Пулевые отверстия, штурмовая винтовка. Они стреляли и побежали на крышу. Вот интересно, а можно ли туда реально идти? Вот ради забавы. Попробуем. Я видел, что Хэнк куда-то свалил. То есть, Хэнк куда-то ушел. Вот еще бы мы не были здесь. Речь снимали с этого места. Оружие и пистолет. Пулевые отверстия. Я только не понял с охранниками. Их не убивал. Кто их убил-то, блядь? Почему этого не видно? Мы же просто их вырубили. Нам не написали, что мы их вольнули. Что Хэнк скажет нам? Допросить андроидов на кухне. Осмотреть телестудию. Возможный соучастник. Так, давай попробуем на кухне спросить. Даже интересно. Так, здесь чисто. Андроиды на кухне. Вот камера, кстати. Инцидент попал на камеру наблюдения. Мне просто интересно, кто вырубил ребят? Как они могли умереть-то, блядь? От чего? От простого удара сзади, что ли? Ну, это странно. Там не написано было, что мы их убили. Вот этот челик был, по-моему, нет? Мы его узнали сзади. Блин, это не он, походу. Элеватор не работает, понятно. Хорошо. Допустим. Допустим. Ладно, погнали. Наша задача все посмотреть. Просто я не очень хотел бы Саймона трогать в этом варианте. Почему Саймон не может самоликвидировать себя? Ну, зная, что он обладает информацией о грехоне. То есть, на его месте, мне кажется, логичнее было бы просто застрелиться. И никто бы ничего не узнал. Но мы же не знаем пока, что там наверху. Пока мы все внимательно осматриваем. Время у нас не идет. Поэтому я могу спокойненько... Так, там была у нас показана... Возможный соучастник. Допросить андроидов на кухне. Я что-то кухню вообще не вижу здесь. Хоть убей. А, вот тут, наверное. Вот это кухня, типа. Мне кажется, туда вообще никто не заходил. По жилам прогресса. Как Киберлайф устроила технологическую революцию. Квантовый магнит способен очищать воздух от углеродных соединений. Вот это классная технология. Что у нас здесь еще? Там и там нужно. Что-то без вариантов, мне кажется. У него горит, как лампочка на процессоре. На системном блоке. Я знаю. Проверить реакцию андроидов и найти девианта. Как ты думаешь, кто из них стрёмный самый? Да вот этого крайнего возьмем. Каковы твои функции? Я оператор студии. Назови свою модель. Модель GB300. Серийный номер 336-445-581. Свидетель память свидетель. Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню. Кто-то недавно проникал в твою память? Этого я не знаю. Включи диагностику. Все системы исправны. Прекрасно. ЛД, видимо, с диагностики так и не уходил. Контакты. Какие контакты у тебя были с другими андроидами? Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса. Один из вас видел все через камеры наблюдения, но молчал. Это значит, что кто-то из вас девиант. И я этого девианта намерен вычислить. Хреново. Если ты признаешься, я попробую убедить людей не уничтожать тебя. Че-то молчат собаки. Ты будешь навсегда отключен. Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы по бинтику. Тебя уничтожат. Ты слышишь? Уничтожат. Слышу! Не кричи! Потому что я не помню, что он кто-то был. А нет, подожди, кто-то был, убежал же. Развести к совести. Зачем уничтожать вас всех, если девиант только один? Лучше сдайся добровольно. Не губи своих ни в чем неповинных собратьев. Прощупать память, насилие, блеф, пытка. Нихуя себе! Ха-ха-ха-ха, прощупать память. Мне нравится, как это звучит, я попробую. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во, родной, дичьё! Нихуя себе, бля! Ёбаный с насосом. Давай, 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 родной. Ему что, сердце вырвали нахрен? Вот это сильно, конечно, было. Собака, твою мать, я такого говна не ожидал. Так, ползём, 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 родной, родной. Сколько у тебя там минутка? Давай, родники мои, давай, минута. Ползи, 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 сочи, потрошочек, блядь, андроидный мешочек, давай. Целая минута. Давай, 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 давай. Он, видимо, слишком продвинутый, может ещё бороться за свою жизнь. Давай, собака, давай, твою мать. Бля, ебать, холодильник. Да не играй, это просто космос, блядь. Это тебя! Держите! Чё делать? Вероятность выживания Хэнка 40? Ладно, допустим. Ты неплохо стреляешь. Он был нужен живым. Ты сейчас спас людей. Смотри, как интересно. Да, кстати. В том числе меня. Людей мы спасли, Хэнка спасли, но его убили. Он не расскажет нам ничего про Рихому, то есть про то, что он был свидетелем и так далее. То есть здесь есть и хорошее, и плохое. Мы опять сделали неудачником нашего, собственно, переговорщика. В который раз уже? В который раз? Так. А вот и крыша. А мы до крыши так и не добрались, да? Мы до крыши так и... А там они... Подожди, там же спецназовцы выходили на крышу и смотрели. Ёпта, сколько здесь диалогов ещё было? Сколько процентов мы прошли? 34. Насмотреть коридор. Изучить тут ещё до хера всего можно было делать. Были атакованы спецназовцам в голове башни. Полевые отверстия. Телестудию мы не осмотрели. Почитать статью... Здесь ещё целая ветка, блядь, которой... Мы не знаем, что здесь могло быть. То есть это, наверное, когда мы на крышу поднимаемся. Я думаю, что после телестудии мы идём, наверное, к Саймону. Там либо мы читаем его память, и там уже идут другие диалоги. Но мы выбрали самый, сука, невероятный, наверное. Мы предотвратили бойню. Заставили девианта. А, застрелили. Раз концовка, два концовка, три концовка, опять концовка. А что мировая статистика мне говорит? Статистика друзей. А можно посмотреть? Двадцать шесть. Двадцать шесть. Мы выбрали вариант с двадцатью шестью процентами. Это ж просто офигеть можно. Я изначально как-то не особо нацелен был идти наверх туда. Посмотрим. В общем, это наш выбор, и мы посмотрим, как это отразится дальше. Что-то там с розой было, о, связано. О, вот и Кара. Алиса доверия. Лютер у нас пока нейтральный. Я не понимаю, почему Лютер нейтральный. Мы же вроде все правильно делали. И как бы... Так вот все у нас. Искать помощь. Осмотреть здание. А как они сюда добрались, скажи мне, пожалуйста? Где они машину взяли? Так, смотрим. В машине, видимо, ничего интересного. Здравствуйте. Я ищу Роуз. Эмили Роуз. Зачем она вам? Мне надо поговорить. Она не хочет говорить. Уходите. Пожалуйста, это очень важно. Я Роуз. Вы меня ищите? Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. Теперь понятно. Идем. Лучше в доме поговорим. Что-то малая какая-то обледеневшая вся. Так. Думаешь? Так, 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 так. Сейчас зайдем. Давай сначала... Чем можно верить? Не знаю. У нас нет выбора. Ты что, тыква? Ну, тыква похожая. Ну, это хлеб какой-то. Следовать за Роуз. Я понимаю, что надо следовать за Роуз. Но в этой игре иногда нужно все-таки смотреть чуть-чуть сюда и чуть-чуть сюда. И всегда понимать, что ты делаешь. Как тебя зовут? Алиса. Наши главные герои, насколько я помню, двигались структурно. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наши главные герои, насколько я помню, двигались в сторону Канады. То есть, надо как-то границу пересечь. И я так понимаю, что, видимо, эта барышня, наверное, помогает нам в этом. Журнальчики. Неплохой дом, кстати. Что там такое? Там что-то лежит прикольное. Елочка. Happy New Year. Сейчас подумают. Блядь, Олежа, как можно? Девочке хуёво. А ты ходишь, напеваешь песенки, радуешься жизни. Иди, уложи ее, раздень. Дай ей какой-нибудь там фармацитрон или что-то выпить. Что ты? Давай, Родмель. Аккуратно. Там кладовка забавная. Там что-то лежала. Блядь, лишь бы как со златка не было. Я второй раз такого не переживу, наверное. Так, вот комнатка. Заходим, не стесняемся. Так, зашли, хорошо. Все. Надо ее раздеть. Я говорю, дать какое-то лекарство, чтобы температуру сбить. Блядь, малая, конечно, натрепалась. Серьезно, просто жесть. Мне ее жалко, реально. Здесь она маленький ребенок. Лекарства у них есть, нет, вообще непонятно. Андроиду посрать вообще на холод, там не холод. Здесь-то ситуация другая у нас. Укройте ее, пусть она пропотеет. Олежка врач, ведь вылечит сейчас. Накрыть, конечно. Объяснить, ничего не говорить, приободрить. Тебе надо поспать. Отдохнешь как следует, и завтра пойдем дальше. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Не бояться. Может, они несчастные. И хотят кого-то в этом обвинить. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Может, когда-нибудь поймут. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом сданешь на ноги. Что-то Undertale прям вспомнился. Спагетти. Там мышка спагетти была у нас тоже. Фирменная спагетти. Одежду я постираю. В Undertale же были спагетти, да, у нас? Которые мышь никак не могла съесть. Тебе надо поесть. Ты уже давно ничего не ела. Хоть попытайся. Если что понадобится, я внизу. Ну, это типа удачи я пожелал. Задернуть шторы. Ты и завтра станешь сильнее меня. Он как Хагрид. Он такой темнокожий Хагрид для меня. Знаешь, добрый такой великан прям. Такой няшный. Я не побуду. Побудь, конечно. Я же говорю, он чистое олицетворение отца. Вот тот отец, который нужен был Алисе. Как-то мы быстро все задвинули. Здесь все хорошо. Поговорить с Роуз. Все. Ты знаешь, я сейчас понимаю, что я бы тоже не отказался бы от андроида, друга какого-нибудь. Вот реально интересно. Я не понимаю, что они так негодуют насчет них. Но с ним мне лично было бы, наверное, интересно. Да, ты понимаешь в глубине души, что это не человек. Он не может какую-то хуйню выкинуть невероятную. Подставить тебя, кинуть, обмануть и так далее. Наверное. Так. Я проверяю по традиции, все ли тут можно открыть. Подрогать. Роуз. Там была табличка, написано, что типа то ли особняк Роуз, то ли еще как-то. Так. Красный столик там не очень вписывался в интерьер. Но тем не менее. В этой игре можно менять камеру. Иногда мы про это забываем, к сожалению. Прикольное место. Так. Я хотел посмотреть, что там было. Что вот это такое. А тебя как зовут? Я Кэра. Там какие-то вещи. Там кроссовки лежат, я вижу. Это мой сын Адам. Я Роуз, но ты и так знаешь. Хорошо. Присядь с нами. Куртка андроида, по-моему. Ну, у них такие синие светящиеся куртки. И там модель написана. Здесь одежда. А, это одежда Алиса, смотри, сушится. Потому она же промерзла вся. Вот и сушится ее одежда. Что-то еще есть? Журналы. Интересно, а в кладовку зайти нельзя, получается. Печалька. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали. Девиант и ребенок. Долгая история. Сейчас важно то, что мы уходим искать новую жизнь. Мы ведь здесь не первые. В последний месяц сюда приходит все больше и больше. И я не знаю, в чем дело. Что-то происходит. Не знаю, как вас благодарить. Алиса бы не вынесла еще ночь на улице. Я просто стараюсь выручить, где могу. Говорят, вы переправляете андроида через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке. А зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошел. Помогите нам. Скорее подойди. Друзья мои, у нас уже час прошел, как мы тут незаметно стали играть в Detroit. Become a Human. Ну что ж, увидимся в следующей серии. Узнаем, чем это все закончится. Смогут ли они перебраться через границу. Меня с вами брейн. Так что не забывайте подписываться, ставить пальцы вверх и заходить в группу ВКонтакте. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...